привет народ продолжаем проходить stalker lost альфа в этой серии я продолжу выполнять сюжетные квесты да и типа сюжету а также выполню еще одно интересное задание она сложена здесь на локации кордон прям возле перехода на локацию росток а здесь находится контрольно-пропускной пункт военных дело в том что я собираюсь напасть на этот контрольно-пропускной пункт и завладеть сейфом которые охраняют военные на этом пункте у них там также есть небольшой склад еды а ну там же в принципе я могу залутить много оружия потом его продать в общем-то очень неплохое это место надо обязательно выполнить это задание но как бы не сюжетная то я его все равно выполню в чем особенность будет этого задания я бы собираюсь выполнить по стелсу в основном используя только один нож попробую все таки так тихо выполнить задание все получится если идти в лоб то военных там достаточно много что-то около 11 человек и скорее всего они меня убьют если идти к ним вот так вот в лоб давайте также поговорим сидором по поводу работы сдаем его задание который не сдал прошлый раз устранение лагеря да он нам дает вот 1000 рублей аптечки 2 бит один и минеральная вода и также мне надо у него кое-что купить мне понадобится вот этот вот пистолет с глушителем и щелочные батарейки у него также купим они постоянно требуется вот торгуем с ним у меня остается восемнадцать тысяч четыреста рублей но в принципе нормально уходим и давайте выложим лишние вещи чтобы меня ничего тут то не мешало и не было переполнения да по килограммам я оставляю часть вещей здесь так воду мы оставим и аптечки давайте тоже оставим вот и пойдем так сказать налегке вернулся ну удачной охоты и сталкер так управляемся на кпп военных кажущаяся на первый взгляд простота на самом деле довольно сложное задание убрать этих военных по стелсу невероятно сложно один промах и взмах ножом рядом уже спровоцирует атаку то бишь здесь помахать ножичком просто так не получится вблизи вот мы видим три военных патрулируют дорогу один сидит на вышке стоит один сидит в буточке также контролирует дорогу еще там один военный ходит вокруг барака патрулирует его а также один спит внутри барака едет находится на вышке у нас тут предупреждает что нам тут делать нечего чтоб ведется огонь на поражение но мы все равно вторгнемся и завладеем сейфом который охраняют эти самые военные здесь можно сразу в принципе устранить военного который патрулирует этот барак где-то здесь он находится вот он идет и убиваем его сразу малейший промах означает что поднимется тревога и по нам откроет огонь бежим на ту сторону сейчас будем убирать восточные патрули это важно сделать сразу в той пристройки есть еще один военный дом убить его не получится по стелсу он там все время палит проход и собственно охраняет сейф так здесь давайте вот за дуб спрячемся видите да что тут еще ходят патрули и где-то там вот восточные патрули должны быть появится так вот появился надо устранить этого военного вот зайдет за плиту да и пойдем его убирать так мы его убрали отлично забираем все что при нем было и быстренько сматываемся за вот этот дуб так тут еще один ходит военный давайте его найдем вот он этого военного нам также надо устранить сделать это довольно быстро пока у нас не видит спрячемся за плиту пропасем его здесь да и вот здесь вот он должен быть да там выходит вон он идет давайте быстренько его уберем тоже забираем все что при нем было и быстренько возвращаемся к нашему бараку так вот и бежим так вроде пока на меня никто не смотрит здесь устраняем военного который спит в бараке облутываем его полностью и отправляемся на вышку тут важно не зафейлить друзья потому что зафейлить здесь очень легко надо аккуратно проходить наносить удары точно если один промах будет то все забираем с него все давайте быстро спускаться так теперь нам надо снять патрульного вернее патрульного а вот этого военного на вышке сделать это как можно быстрее естественно бесшумно и при этом чтобы у нас никто не спалил среди тех военных которые дорогу также надо убрать под патрульного вот в этой вот это вагончики да вот в этом вот того военного на пощадке берем в будке настоящего сперва вот этого так улетел наш военный быстренько спускаемся аккуратно облутаем его тут быстро убиваем этого также все забираем и переходим сюда вот смотрите там еще один военный так эти не палят не палят достаем пистолет только давайте наверно сохранимся в этом месте так сохраняем это восьмой слот мало ли что возвращаемся и так друзья давайте как-нибудь аккуратно попробуем его устранить ведь это что он смотрит прям перед входом туда да вот этот соберем энергетик если мы зайдем она сразу бьет поэтому вот отсюда аккуратно выстреливаем вот таким вот образом там там падает и ножом его наверное добьем забираем оружие так мы забираем все что при нем было тут еще энергетики стоят компьютер кстати можем его также зайти посмотреть что там давайте соберем здесь еду и здесь довольно много она кстати говоря не дешевая а также сможем ее продать вот еще один энергетик стоит забираем его и тут еще один энергетик вроде бы все забрали так давайте на этот компьютер зайдем ну пароль мне естественно известен это в общем-то тут пароль такой одинаковый от всех компьютеров он называется top secret абсолютно секретно да совершенно секретно заходит да мы поможем зайти и давайте почитаем что тут есть вот текст и файл всем если вы придурки будете пить водку снова вы будете строго наказаны даже если вы пьяны ради бога не заполняйте пустые бутылки с водой так как интересно это уже не смешно вы понятия не имеете как несчастным был генерал во время последней проверки какой наверное а теперь я надеюсь все отчеты патрульных на завтра и мне нужно найти 20 бутылок водки для следующей проверки все понятно ох еще кое-что из-за моего невезения в покер вы не получите свою зарплату по крайней мере в ближайшие две недели проиграл их зарплату в покер их и капитан вот капитан васильев для скачать мы ничего к сожалению не можем хотя может быть если бы у нас была флешка может быть мы и скачали бы как раз сидр продавал до флешечку стоило бы купить ну и вот тут про аномалии еще написано кому интересно читайте друзья тут очень много но это стандартные фразы здесь про аномалии всегда носите аномальный детектор прикрепленный к ремню используйте болты чтобы найти путь через аномалии артефакты не скачут внутри аномальных полей и у каждого своя траектория путь время от времени аномалии создают артефакты особенно после выброса так что если проверить каждое аномальное в общем заново можно собрать да вот тут заканчивается этот файл то бишь аномалии они тут периодически появляются тех же местах где мы их и находили раньше так ну дальше тут какие-то картинки да есть непонятные к эта музыка не будем мы тут ничего больше смотреть и давайте перейдем нашему сейфу тут еще кстати вот противогаз может забрать так давайте попробуем открыть здесь код набирать его надо сперва вот здесь вот 4 теперь вот здесь вот так нам надо побрать 7 ну и теперь вот здесь вот один цифр так один должно открыться да друзья открылась и мы видим что в сейфе здесь лежит целых пятьдесят тысяч рублей друзья огромнейшая просто сумма для этой игры забираем эти денежки выходим давайте посмотрим выключим фонарик видите да у нас 68 тысяч четыреста пятьдесят два рубля теперь ну и смотрите мы так прилично нагружены а у нас очень много с собой всяких автоматов да давайте всех разрядим мне нужны патроны с этих автоматов и вот это тоже разрядим и смотрите целых у нас двести девяносто патронов вообще отлично пистолеты мы можем также разрядить потому что патроны на них тоже как бы стоят иногда очень даже не дешево пистолет и смотрите патронов у нас тоже много да то бишь не зря я сходил на эту базу также можно разрядить наш пистолет с глушителем в общем продадим мы сейчас все это добро сидоровичу выходим отсюда составим бинокль посмотрим смотрите да уже вот утро что не настаёт движетесь военных которые патрулировали вот здесь вот дорогу вертолет по-прежнему все еще летает летает но нам ничего не сделает так ну вроде бы со всех я тут собрал ничего не забыл так нужно перекусить а то ноги таскать перестанут вот нам тут предупреждение идет что вы голодный да давайте посмотрим видите да у нас шкала с едой давайте вот эту колбаску наверно да то что подешевле 50 рублей 20 рублей да вот наверно хлеб лучше подешевле видите да чтобы сразу раз и подкрепились так ну чё включаем возвращаться будем наверное вот этой траекторией там также должен быть проход давайте вот здесь найдем вот проход имеется вроде патрулей больше нету можно было также отсюда пойти но говорю вам друзья отсюда идти это сложно тем путем которым шел я вот стоп ведется огонь на поражение короче говоря заполучить эти пятьдесят тысяч очень и очень непросто ну так как я переполнен но у меня очень быстро заканчивается энергия обратите внимание также на то что если вы решите начать выполнять это задание то скорее всего придется также оставить все вещи желательно оставить у сидоровича благо их есть там куда оставить так ну тут хоть энергетики пей потому что никак но я не хочу сейчас тратить энергетик почему потому что а он также быстро закончится силы также быстро закончится потому что я перегружен очень сильно немножко постоим сейчас кстати есть риск что может выброс произойти такая вот непонятная погода а во время выброса тут резко повышается радиационный фон и если не найти укрытие то все кто остаются снаружи погибают так вот кстати можно попробовать этому stalker что-нибудь продать посмотреть сколько у него там денег при себе и можно купить у него чего так здорово торгуемся да у него энергетик есть бит можно забрать видимо я ему его и продавал так у него 18 рублей вы ничего не сможем продать мы сможем купить вот эти вот вещи купаем его это все ну смотрите друзья тоже да вот вечер красиво так солнышко пробивается лучами и отправляемся уже к сидору скинем ему наш хабарчик и заодно фонарик этот продадим уже кончился и есть что-то стоящее да конечно итак давайте мы все нам продадим потому что местных с местным сталкером я тут уже в принципе все по продавал ох он дешево так этим смыть и да вот обидно очень дешево их покупает ну ладно делать нечего все равно как бы таскать же их с собой да давайте все этот продадим главный патрон у нас остались а вот продукты там вот продукты можно по 250 ему скинуть и они не особо нужны давайте их также мы продадим так фонарик пустой вообще покупать не хочет пистолеты по 47 тоже продаем потому что граната 49 но гранату я им также отдам что-то губная гармошка то еще прям падана мало весит гармошку может кому-то другому продадим пистолетики мы также скинем все наверное так патроны 9 на 18 да и тут 9 на 18 не знаю оставлять их нет давайте вот эти вот продадим так противогаз ох нифига противогаз он за тысячу у нас целую купит ну нам он не нужен к тому же почти килограмм весит давайте тоже продадим так ну вот кукуруза да также можем продать в принципе это чё у нас снэк из арахиса тоже дорого стоит продаем так вот завтра к туристу оставляем колбаса он по-английски да написано тоже оставляем чё еще можно продать на всю в общем то наверно как бы торгуем и смотрите друзья у нас 74 тысячи уже то бишь уже даже могли бы наверное чуть подкопить и купить этот комбинезон сталкера но я не буду его покупать я его найду я знаю где можно найти этот комбинезон сталкера и вот тут энергетики такие достаточно ценные вещи можно было у него их купить но у меня их 10 тратить на 600 рублей не хотелось бы поэтому как то так уходим и давайте с ним поговорим так по поводу работы а добытьте глаз плоти мы все еще не добыли этот глаз все в порядке как-нибудь другой раз я его обязательно добуду и расскажи мне о да о зоне нет но это мы пока что говорить с ним об эту об этой теме на этом и не будем как-нибудь потом может быть да потому что он тут будет очень много тут читать ладно у нас есть уже активные задания давайте отправимся их выполнять так узнать у серого о стрелке но нам еще до этого надо повстречать волка и отдать ему ключ давайте вот это задание сделаем активным волк тут как раз неподалеку вещи наверное мы все свои заберем когда пойдем к волку батарейки разряжены так давайте поменяем так где там наш комод и давайте подумаем что мы здесь возьмем с этого комода все наверно подряд брать не будем возьмем наверно только автомат давайте патроны возьмем для автомата так пистолетные частично выложим я не думаю что буду им и так активно пользоваться хотя там вот смотрите у нас есть до крупнокалиберные 2 020 эти 020 даже не знаю ладно пусть пока это все остается так бинты но бинты тоже брать не буду возьму кукурузу на всякий случай может быть кому-то продам ее аптечки но аптечки пусть пока думаю здесь лежат даже ни одной брать не буду винчестер тоже пусть лежит так ну и вот этих вот уберем так ну вот этот на продажу пойдет и один пусть останется хотя нет туда пусть один останется будем батарейки тратить вот таким вот образом друзья все остальное берем с собой отправляемся искать волка и отдавать ему ключ есть что-то стоящее но удачные охоты и сталкер так посмотрите ка уже вечерей да хорошо бы поспать давайте-ка наверное поспим раз такое дело а у нас должен быть мешок спальни да вот он давайте используем так сейчас у нас сколько время 20 давайте 8 часов прямо проспим помогите люди враги хотя раз друзья она приснился какой-то сон да какой-то кровосос у нас атаковал и заметьте я спал с включенным фонариком А, но этот фонарик все еще светит И наш герой, естественно, умирает с голоду Его надо покормить Ну вот, колбаску можем раз и съесть Водички бы попить, но водички нету Водички нету здесь Но она есть у нас там Идет спускаться, то у нас головокружение началось Типа от жажды, да? Вроде бы вода была Так, да, вот водичка у нас есть Давайте ее возьмем и сразу выпьем Отлично, мы пришли в норму И можем отправляться уже к волку Что притащил? Ну, удачной охоты, сталкер Сохранимся, наверное, друзья Так, сохранимся здесь Девятый слот Итак, друзья, продолжаем Давайте сперва патрончики на поясе разместим Пистолетные тоже Ну и перезарядимся Перезарядимся Просто фантастика Красотища неописуемая Хоть скриншоты делай Так, собачки О, так, нападаю в собаку Пустышечка А здесь, здесь хвост, смотрите, есть, да? 500 рублей, как-никак Может быть, догнать ту собачку? Может, у нее Тоже хвост есть? Она куда-то совсем далеко убежала Походу, не найду я ее Ну ладно Тут были кабаны В прошлый раз Так, она где-то здесь Вон она Давайте, может, убьем ее попробуем Отлично Проверим Да, смотрите, хвост при ней тоже есть Забираем 500 рублей, между прочим Отличная находочка Из одной местных Собачек убили, да? Теперь нас точно тут никто не покусает Так, здесь что-нибудь есть? О, сталкер какой-то Так, ну а здесь вроде бы Ничего Ладно, отправляемся дальше Сталкер перебестились туда дальше С ним я уже торговал У них, в принципе, ничего нету Так, привет Торговать 22 рубля За гармошку 8 Да, ну-ка вот Давайте этот барахло продадим Так, торговать В принципе, у них ничего такого ценного для меня Торгую нету Деньги оту под хвост катится Ну, от водичка Рабашка На полкило весит Покупать не хочется ее Так, фонарик Одна Катут нару Половину разряженной Скоростью Здесь что, тоже Вот, энергетик можно Водичка Ну, как не знаю Лишь на кой-кого Давайте одну возьмем Торгуем Просто куплю у него Вот, кстати, у него деньги появились, да? У него появились деньги Да я ему сразу могу спихнуть то, что мне не сильно нужно Внимание! Например, да? Патроны, пистолетные Привезли как-то одного из чинов Взору Показать, что да как Завтра Некоторые вещи Удивили Некоторые Это слишком дорого А некоторые вещи у него украли 24, да? 24 Фонарик Фулфло Ну, давайте вот так вот Патрончики скинем И заберем Уголами не укладывается Видите, кто за пределами зоны Толком не знает, что здесь происходит Топаем к волку Поговорим с ним Хотя Че вот к волку топать, друзья? Если Он же говорил, что мы вроде как Хабарову Можем забрать себе Да, это какой-то вагончик Надо открыть Ну, раз Есть стрелочка Давайте поговорим Может быть, он нам что-нибудь скажет Так, где там этот волк? Так, это у нас Петро Кривой Ну-ка, Петро Кривой Что у тебя есть? У тебя ничего нет И денег нет Понятно Упо, это что такое? Гитары Гранаты Интересно Сейчас мы Гранаты и гитары Спихнем Кому-нибудь Ну-ка, у тебя что? 9 рублей Есть Гитары дешево Что-то стоит Вот гранаты подороже Так, 67 Да? 16 Ну-ка, давайте так Продали Давайте Гранату Денег у него не хватит Да? Ладно, поторговали с ним И вот он волк Давайте ему гранаты продадим У него деньги, наверное, имеются Да, у него имеются деньги Но немного Так, догнаться чем-нибудь можно 30 220 217 Так Ладно, гранаты давайте, наверное, у себя пока оставим Продадим ему вот этот вот завтрак Торговать Отлично И поговорим Так, привет, как жизнь? Ну что, нашел ключ? Нашел Добыл хабар? Пока еще нет, но скоро принесу Наверное, имеется ввиду, скоро принесу Ключ Но пока хабар не добыл Еще нет, но возьми ключ У меня нет времени туда ходить Нет, мы это не будем выбирать Да, спасибо тебе за это Давайте выберем первый вариант Пока еще хабар не нашли Но скоро принесем Потому что Все остальное, наверное, он ключ заберет Там неинтересно найти все-таки этот вагончик Так, ну, видимо, сюда я зря шел, друзья Не надо было говорить с этим волком А, ну да ладно Поговорили, зато теперь знаем Какое у нас там следующее задание Давайте посмотрим Узнать у серого о стрелке Давайте сделаем это задание активным И посмотрим Это задание на свалке Это надо перейти на свалку Угу Ну что ж, раз надо перейти на свалку Тогда, я думаю, начнем это задание Уже со следующей серии В этой серии и так уже, в принципе, затянутая Получилась Было в ней много чего интересного Поэтому я здесь сохранюсь Вот здесь вот Ну и вот примерно с этого места Или как раз с перехода на свалку И начнем, наверное, играть Я говорю вам всем пока Подписывайтесь, ставьте лайки Если видео вам нравится А голосуйте за это обязательно Будем проходить его дальше Ну, в общем, я буду смотреть за вашей активностью, друзья Увидимся, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok